здравствуйте мои дорогие друзья и гости моего канала я очень рада вас видеть у меня в гостях сегодня очень тепло на улице я решила что лучше будет приготовить саду сегодня на обед у меня суп из паржи готовить я буду не сама у меня сегодня моя подписчица в гостях она будет готовить ну она не хотела сниматься на видео поэтому мы ее оставим за кадром будут сниматься только ее руки присоединяйтесь будет очень вкусно сегодня для супа нам понадобится вода сливки сливочное масло мука лимон яичные желтки мускатный орех соль черный перец ну и конечно же спаржа предварительно мы ее же почистили нарезали и вот от спаржи когда мы ее чистили вот это мы тоже оставили нам понадобится для супа галина я думаю вода уже закипела мы можем начинать варить что вначале соль соль по вкусу и вот то что сказала бы я отходы сейчас их надо выварить минут 15 чтобы весь вкус вода в себя втянула теперь в эту кастрюльку ложим масло очистки от спаржи нужно достать процедить спаржи которая нарезана опускаем в кипящую воду и доводим до кипения масло закипело добавляем муку спаржа тоже уже очень хорошо кипит да да хорошо кипит но лучше убавить на маленький огонь чтобы она не кипела так активно на самом деле теперь муку хорошенько немножечко ее поджарим до золотистого цвета только чтобы не перегорела сейчас будем добавлять сливки громче говори будем добавлять сливки еще немножко до золотистого цвета мука очень хорошо уже кипит так добавляем сливки и быстренько помешиваем чтобы она не свернулась вторую баночку заливаем и довести до кипения постоянно помешивая помешивая чтобы начало кипеть берем чуть-чуть сливок смешиваем с желтком и хорошо взбиваем чтобы оно все смешалось со сливками чтобы такая однородная масса была хорошо хорошо взбиваем вот такая однородная масса теперь оставляем сейчас мы добавляем туда вот у нас хорошо уже уже закипает и закипают мы их сейчас еще возьмем немножко бульона убавляем огонь добавляем немножечко сюда еще бульона со шпаржи и размешиваем дальше чтобы она получилась немного жиже чтобы она получилась пожиже вот такая вот прям кашица и ее мы сейчас потихоньку вливаем в общую массу вот так и даем теперь закипеть так даем лимон его можно тоже по вкусу как кто любит я добавляю всегда немножко вот приблизительно как то вот так ну где то пол лимона да даже меньше даже меньше отшкребаем вот сюда ну совсем чуть-чуть скажем так совсем чуть-чуть только для немножечко так где-то пол чайной ложечки для вкуса для вкуса угу помешиваем так супчик закипел мы его хорошо помешиваем и сейчас добавляем только специи по вкусу добавляем мускат ну это буквально вот прям на кончике ножа да если кто любит больше значит добавляет побольше на вкус на вкус и также мы сейчас добавим туда лимону я выдавлю половиночку выдавливаем если кто-то любит покислее значит добавляет целый лимон это по вкусу все на любителя так так ну помешиваем чуть-чуть черного перца и даем все хорошо закипеть если кто любит супчик погуще значит можно добавить побольше муки но сейчас еще добавится желток яйца оно еще даст немножко густоты супу сейчас супчик закипит и мы будем добавлять желток он уже предварительно размешанный мы убавляем чтобы она больше или даже выключаем чтобы она уже больше не кипела сильно и начинаем добавлять туда желток желток хорошо вмешали он уже немножечко стал такой погуще если кто любит еще погуще может еще добавить муки суп из шпаржи готов всем приятного аппетита до скорой встречи да галина я думаю мы увидимся осенью когда будет сезон тыквы и мы вместе сварим тыквенный суп тыквенный суп до встречи до встречи спасибо большое мы обязательно увидимся еще раз осенью с галиной попробуем какой получился суп очень вкусный сливочный вкус мне вообще я очень люблю спаржу обязательно попробуйте сварить суп по этому рецепту очень вкусно дорогие друзья подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии а на сегодня я прощаюсь с вами желаю вам приятного аппетита крепкого здоровья до новых встреч пока